Больше двух с половиной тысяч ДТП с начала текущего года произошло в Алтайском крае, по данным регионального ГИБДД. В них погиб 201 человек, из которых 11 дети. Правоохранители подчеркивают, это на 9% меньше, чем в прошлом году. Но цифра все равно остается слишком большой. Ведь за каждой из них чья-то прерванная жизнь. День жертв памяти ДТП начали отмечать больше 10 лет назад по инициативе ООН, когда стало ясно, число автомобилей на дорогах в мире стало расти угрожающими темпами. Среди тех, кто пришел на памятное мероприятие в Барнауле, большинство водителей. Они уверены, такие акции не проходят бесследно. Обычно все живут в рамках своего маленького мира. А данная акция позволяет расширить кругозор и увидеть, что мы все отвечаем не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих нас, в том числе и других водителей, и пешеходов, и пассажиров. То, что водителей и общества в целом надо в первую очередь воспитывать, согласен Алексей Куреленок, создатель интернет-сообщества «Барнау-22», где проблема аварийности на дорогах одна из центральных. Но он также уверен, по-настоящему улучшить статистику можно только, если работа общественников, силовиков и спасателей будет совместной и слаженной. Обычно опубликовать видео в интернете последствия аварии – это, ну да, зацепит, но ненадолго. А когда люди видят реальные машины, где погибли вот здесь люди, и это реально сейчас они будут смотреть, как проходят спасательные операции, то мне кажется, это в голове засядет надолго. И вот ситуация, близкая к реальной. Погасить пылающий автомобиль, эвакуировать пострадавших. Здесь, к счастью, людей заменяют манекены. На все это у спасателей есть считанные минуты. Присутствующие признались, что эти образцово-показательные действия вызывают единственное желание – никогда не быть свидетелем, а тем более участником подобных трагедий. Вильяк Четков, Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует...